Плавание – это жизненно важный навык, которому человек должен обучиться и желательно в детстве. Он ни читать, ни плавать не умеет. Так еще в Древней Греции говорили о нерадивом человеке, который был недостоин называться гражданином. С тех пор утекло немало воды, и мы сейчас с вами живем в современной России, в родном Забайкальском крае, в регионе с сотнями рек и водоемов. Плюс ко всему, плавание – это массовый и олимпийский вид спортивной дисциплины. В крае, если кто-то не в курсе, продолжается пятилетка спорта. Внимание со стороны краевых властей в сторону атлетов должно быть пристальным, но его нет. И главные проблемы – это недофинансирование и полное безразличие губернатора, конкретно к забайкальским пловцам. Исключением для Осипова является пара-тройка видов спорта, и то силового. Однако плавание – это основное направление, которое должно расти и развиваться, и для этого нужны деньги. Вот с этим беда. Многолетняя несбалансированность бюджета, как нам пишут. Все это за собой тащит то, что ограничение выездов на соревнования. То, что у нас есть календарный план, на основании, конечно, календарного плана Всероссийской Федерации плавания, подтвержденный министром спорта России. В Забайкальском крае ничего не исполняется, как и не исполнялось. Александр Старицын в сотый раз только нам рассказывает о трудностях выполнения спортивного плана. Сколько он прошел кабинетов и сколько повидал чиновников, говорить даже не стоит. И сегодняшняя цель визита президента Забайкальской Федерации плавания – это рассказать о прецеденте, которых на территории региона, да и, наверное, всей страны, еще не было. Сегодня Забайкальский спорт дошел до того, что юные спортсмены вынуждены буквально выбивать с Минспорта деньги для возмещения затрат за выезды на официальные всероссийские спортивные мероприятия во славу Забайкальского края. У нас министерство спорта, государственный орган судится с несовершеннолетним членом сборной края по плаванию. Но это нонсенс. Сумма небольшая, копейки. Это с ноября месяца. Представляете, до чего довели. Губернатор сомневаюсь, что не в курсе. Наши доводы приняла прокуратура Забайкальского края. Медленно, как-то сказать, не знаю, у них, может, регламент такой. Но, в общем, прокуратура все-таки по обращению Федерации плавания вышла в суд. Сейчас проходят судебные заседания в части возмещения затрат, понесенных членом сборной субъекта Забайкальского края на участие во всероссийских официальных спортивных соревнованиях. Ну, достаточно интересный момент. Скажу вам, первое это в истории. Я вот со многими регионами общаюсь. Такого никто не видел, не слышал даже. Но наши управленцы от спорта, министр спорта в первую очередь, курирующий зампред, да и сам губернатор, довели до вот такого состояния, что мы вынуждены просто уже идти, конечно, в правовом поле. Но это не быстро. Но если мы добьемся желаемого, то всем последующим, наверное, молодым спортсменам, следующим поколениям будет гораздо проще, имея такую судебную практику. Ну, в этом случае, если дети едут за средства своей семьи, зачастую небогатые, как правило, а потом возмещения ждут, ну, это что, наши родители кредитуют правительство края, получается? Это тоже неправильно. В законе четко прописано. Обязаны обеспечить участие члена сборной на официальных спортивных мероприятиях. Грустно, конечно, что мы этим занимаемся. Честно говоря, не хотелось бы этим заниматься. Но абсолютная некомпетентность, наверное, и безрассудство этого правительства нашего. Формально финансирование есть, но оно настолько мизерное, что хватает его ни на что. В остальном будущие таланты и чемпионы участвуют в соревнованиях за счет своих родителей, хотя в федеральном законе четко прописаны обязанности представителей исполнительной власти. Но ни министр спорта Андрей Середкин, ни курирующий зампред правительства Виктория Бессонова, ни тем более губернатор края Александр Осипов не делают ничего, чтобы исправить уже систематическую проблему с нехваткой средств на хоть какое-нибудь поддержание спортивной дисциплины. Ну, 15, наверное, максимум процентов от необходимого. Почему объяснений этого нет? Даже те 15, так скажем, процентов от необходимого, они дают устно. Никакого объяснения, аргументов каких-то, что... Поэтому мы, конечно, опираемся на требования федерального закона о спорте. Фактически нас, региональные федерации, вот они ограничивают в своей деятельности, потому что мы обязаны проводить внутренний отбор субъекта, да, выявлять лучших, ну, каждым соревнованиям всероссийским. Дальше комплектуем сборную, естественно, и направляем их на участие в этих соревнованиях, представлять интересы, честь края. Федерации плавания на сегодняшний день, в принципе, финансовый год закрыт. Не сегодня, в апреле закрылся. Как? Зачем? Почему? Нам что дальше? Я не знаю, чем они думают. Я не понимаю, кто дал им право нарушать федеральный закон. Мы требуем исполнения просто закона. Не мы их пишем. Президент России их подписывает. Это кто у нас здесь такой смелый, не выполнять вот эти нормативные правоакты федеральные? То же самое поручение президента о программе плавания для всех вообще не работает. Но глава субъекта объявил о том, что он кандидат в губернаторизм. Из нерешенных вопросов сюда же можно отнести и реализацию программы плавания для всех. Распоряжение президентом было подписано еще в 2019 году, в аккурат в тот самый год, когда губернатор Осипов вступил в свою должность. За пять лет в Забайкале из вышеуказанного не произошло ничего. К слову, до завершения программы осталось буквально пару месяцев. 7 февраля нынешнего года распоряжение Мишустина вышло. Уже премьер-министр. Там конкретно, четко все прописано. Исполнители даже программы в регионе, региональной федерации аккредитованы и так далее. Установлены сроки. Там пошаговый просто план действий. Но я вам скажу, региональная программа должна быть закончена второй квартал нынешнего года. Финансироваться, вот смотрите, в рамках детской оздоровительной компании, вот эти лагеря, уже в этом году должны быть заложены деньги на обучение плавания на открытой воде в лагерях. И этого, к сожалению, тоже нет. Александр Старицин уверен, что даже детские лагеря не смогут научить детей плаванию на открытых водоемах. Причина та же – недофинансирование. Какой инструктор пойдет обучать детей навыкам нахождения в воде бесплатно? Плюс ко всему, водоемы необходимо будет оснастить оборудование, а это тоже деньги. И еще одна глобальная проблема в спорте – это отсутствие спортивной медицины. Особо остро она ощущается в отдаленных районах Забайкалья. У нас в плавании сколиоз находят у спортсменов, понимаете? Да, их выявляют вовремя на другую дорожку, упражнения какие-то плавают, и назад потом на тренировку. Поэтому вот эти все наши доводы, сформулированные в представлении министру, опять же со слов прокуратуры Забайкальского края, не нашли никакого понимания у министра, и в итоге суд его оштрафовал за неисполнение, как безусловное исполнение законных требований прокуратуры. Это было где-то в марте. Соответственно, повторное, я думаю, сейчас подадут на него, но это уже грозит дисквалификацией чиновника. Так как ничего не исполняется, ну, я думаю, Андрею Константиновичу в ближайшее время предстоит опять судебное заседание. На выполнение только одной федеральной программы «Плавание для всех» требуется более 2,5 миллиардов рублей. И это не разово, а на постоянной основе. И уже даже не кажется, а принимается как данность. По доброй воле никто из забайкальских чиновников денег на развитие спорта в полном объеме никогда не даст. А требовать добиваться высоких показателей в разных дисциплинах – это в порядке вещей. Стоит ли удивляться, что мы все реже слышим о достижениях забайкальских спортсменов, чем об их проблемах?